Добрый день! Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно. Приземлились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, астронавт НАСА Ник Хейх и участник космического полета по программе ИП-19 Хаза Аль-Мансурия, Арабские Эмираты. Продолжительность пребывания в космосе у Алексея Овчинина составила 203 суток вместе с Ником Хейхом. И почти 8 суток у Хаза Аль-Мансурия. И сегодня наша послеполетная пресс-конференция, традиционная, которая всегда происходит после посадки спускаемого аппарата, принимает участие Алексей Овчинин и Хаза Аль-Мансурия. Ник Хейх у нас сейчас проходит реабилитацию в Соединенных Штатах Америки. И хотим выразить благодарность руководству космического агентства имени Мохаммеда Дамирашида за предоставленную возможность участия Хаза Аль-Мансурия в нашей пресс-конференции. Пройдет пресс-конференция наша обычно, мы задаем вопросы, точнее задаете вопросы вы, представляетесь. Наши участники отвечают на вопросы. Хаза может отвечать и на русском чуть-чуть, я так думаю, что после полета у него вообще все хорошо с русским языком стало. И на английском, естественно, он порадует своих стартечественников ответами на разском языке. Начинаем. Здравствуйте, телеканал «Звезда Диана». У меня вопрос как раз-таки Коза Аль-Мансурии по поводу того, что вы говорили в полете, что ваша голова увеличилась на 5 сантиметров в объеме. Измеряли ли вы уже ее сейчас? То есть она как бы в норму уже пришла? Что это я не делюсь? Я не делюсь,walезли ли вы. Я не делюсь. Можно на таком этапе? Я не делюсь. Наверное, это обычная за всех Казмонав, если это более не два раза делова. То есть что-то случилось для всех на Земле, что происходит из микрограмматики, и что-то происходит. То есть что-то нормальное. И ощущение космоса, что они чувствуют, как их головы, но они чувствуют нормальное. Если вы видите, то это сильное. Но это не то, что случается со всеми космонавтами и астронавтами на Абрите. Может возникнуть ощущение, что голова растет. Это из-за того, что жидкость в ньюсомости прилипает к голове. Но это абсолютно нормально. На вид голова остается такой же, как и обычно. А вы измеряли ее? То есть она сейчас такого же размера, как была раньше или нет? Вот это мне интересно. Это не эксперимент. Это не эксперимент. Нет. Почему нет? Ну так, Татьяна, давайте мы сейчас... Вот как раз вопрос Алексею Обчинину. Алексей, буквально вчера были опубликованы заметки о том, как у вас проходят послеполетные эксперименты. Расскажите, пожалуйста, об этом. Потому что, я не знаю, принимают ИХАСу тоже по три полета эксперимента. Расскажите вот обо всем. Очень интересно. Много откликов у вас заметков было. Ну, обо всем я рассказать не буду, потому что, мне кажется, что тогда очень долго вам рассказывать. Я бы вас утомил, наверное. Ну, есть же боевые тесты и есть еще эксперименты, которые уже в ЦПК проходят. Эксперименты разные. То есть какие-то эксперименты начинаются до полета, проводятся, продолжаются в полете и заключительная часть их выполняется после полета. Есть эксперименты, которые проводятся только в полете. Есть эксперименты, которые проводятся, начинаются перед полетом на Земле, в полете не проводятся и заканчиваются после полета. Так вот, как раз сейчас мы заканчиваем те эксперименты, которые мы выполняли, допустим, в космосе. То есть заключительная часть выполняется на Земле. И те, которые мы начинали до полета в космос, заключительная часть их проводится на Земле. Этих экспериментов достаточно много, практически вся эта неделя как раз уйдет именно на финальную часть, на заключительную часть выполнения этих экспериментов. Расскажите, все, что касается посадки на другие планеты, Вы работали в скафандре, вчера была центрифуга, на что направлены эти эксперименты? Одним из экспериментов является эксперимент по изучению возможностей космонавта после длительного космического полета выполнять какие-то операции, как то, например, высадка на планету, управление транспортным средством и паровер по поверхности этой планеты, выполнение, допустим, спуска на эту планету со станции, которая, может быть, летает вокруг этой планеты. Я выполнял спуск, имитацию спуска на Луну, перемещение, выполнение определенных циклограмм в скафандре по поверхности Луны и управление наровером по поверхности Луны, находясь в скафандре. Я считаю, у меня все получилось, я справился с этой задачей. То есть 200 суток не можно спокойно засаживаться на Луну? Конечно, можно. У нас это гораздо быстрее, и 200 суток не надо же, а так, даже после 200 суток можно, без проблем. А Хаза принимал медицинских экспериментах каких-то участия после посадки? Да, для меня это образ космоса, много экспериментов, например, это бенфактория 2, и астрологии, это были разбиты, до, верюте, и после тоже. И другие, это только до и после, как локомощи, и даже другие агентства, как тайм-пистэкция, это для ИСН. Много голоса принято. Да, пожалуйста. Дмитрий Рисовец, Риана Оси. Во-первых, хотелось бы от себя лично и от нашего агентства поздравить вас с завершением космической миссии. А вот, господин Мансури, вот вопрос следующий к вам. Вы как боевой пилот многократно сажали F-16 на посадочную полосу, а как вам понравилась посадка, мягкая посадка на корабле «Союз»? И Алексею Николаевичу вопрос. Вот во время старта в марте на 114 секунды, какие у вас были чувства? Вы переживали из-за этого? И в связи с тем, что через два дня выдачу на той аварии, будет ли вы, может быть, второй день рождения базы? Какие-то вам отмечать это? Спасибо. Ну, вообще, наверное, у нас приятное впечатление ХАЗа. Итак, для меня, в Бот, в Аф-Шит-Насад, в Аталии и в Союз, я был тренинен, поэтому я ожидал, что я буду встречать в каждом. Я был дизлительный тренинг, в Союз, как я буду делать мою позицию, как я буду контролировать лампы. Итак, спасибо всем здесь, в Старской области, за их тренинг. Что они мне сказали, что я буду контролировать во время лампы. Так что я готовился, и я готов был для лампы. Все, что касается посадки и самолета А-16, и Союза, я по всему был готов, я был хорошо подготовлен, и я знал, чего ожидать. Я хочу еще раз сказать спасибо за подготовку, которую я прошел здесь, в Звездном Краке, потому что мне дали именно те знания, которые мне пригодились при посадке. Я знал, какую позу занять, и чего мне ждать. Так, сейчас Алексей Николаевич ответит о своих впечатлениях. Ну, чтобы сказать, что во время нашего мартовского старта, честно говоря, я не думал, что у нас что-то опять произойдет. Я был уверен, что у нас все отработает штатно, так и произошло. Насчет того, что через два дня годовщина того неудачного старта, да, через два дня, я пока еще не решу, буду я как-то отмечать это или нет. Продолжение следует... Продолжение следует... в этом месте, где мы находимся в сентябре. Конечно, я не знаю, что это было. И это только начало. Но после этого, это стимулирование. И как мы называем М. Б. Рашид, мы начали, чтобы мы были в начале, чтобы мы были в начале. Поэтому я думаю, что это будет в начале, что мы проводим эту проблему. И это было в начале, что мы получили в начале. И как я имя, я имя шейх Махмад Драшид, я перед своими учреждами. И он, пожалуй, научился и научился. Слантин Ниазий, Мазарий и застой completing религиоз вновь к этим. Мы не их получили, который мы получили, и сегодня мы получили с поля. Это у нас zorно, что мы получили. Интересно, что на самом деле есть еще другие информации, а также это оборудование. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...